Тем временем, несколько минут назад в Центре спортивной подготовки «Триумф» начался концерт межрегионального конкурса «Этнопоп-песни под одним солнцем». 11 исполнителей представят зрителям свои номера, увидят их выступления и жители регионов, которые представляют участники, но не сегодня. А прямо сейчас в Центре «Триумф» находится моя коллега Юлия Великодная. Юлия, добрый вечер. Расскажи, много ли зрителей собралось и какая атмосфера сейчас царит в зале? Добрый вечер, Павел. Да, действительно, зрительный зал почти полный. Зрители все еще продолжают занимать свои места. С минуты на минуту начнется масштабный конкурс, который проводится впервые во всей Сибири. Отмечу, что это запись телеверсии конкурса, который зрители смогут увидеть на своих экранах после новогодних праздников. Тогда же и начнется СМС-голосование. Что касается участников, их 11 из разных регионов России – Бурятии, Тувы, Татарстана и не только. Как уже известно, Якутию представляет певец и хамусист Айсен Амосов. Нам удалось с ним поговорить до начала концерта. Он сообщил, что зрители ожидают абсолютно новый номер, новые костюмы. Он исполнит песню на якутском языке и продемонстрирует игру на хамусе. Примечательно, что еще двое артистов из Ямало-Ненецкого автономного округа задействуют в своем выступлении игру на национальных инструментах. Призовой фонд конкурса – 1 миллион 600 тысяч рублей. Галоконцерт состоится 16 февраля здесь же в «Триумфе». Такая информация. Павел. Спасибо, Юлия. Действительно, грандиозное шоу ожидает зрителей, которые сегодня пришли в «Триумф». Я напомню, что на связи с нами из Центра спортивной подготовки, где сейчас проходит концерт конкурса «Под одним солнцем» была моя коллега Юлия Великодная.